Привет, YouTube! И это Зашквары недели, и сегодня поговорим о том, за что в сети травят девушку, которую извращенец снимал под юбкой на экскалаторе. О том, как фитнес-блогер Юля Фитокапс решила внезапно продавать высокие вибрации за 33 тысячи рублей. Заодно постараемся разобраться, что это вообще, блин, такое высокие вибрации. Ну и напоследок расскажу вам о том, как купила и прошла самый угарный марафон за всю историю канала. Марафон расслабленного ануса. Та-дам! Просто об этом упоротом марафоне я рассказывала в одном из прошлых выпусков, и мне ребята написали, а слабо пройти? Может, там реально не смешно, а по делу? А давайте, давайте. Шутки тут не шутят. Досмотрите ролик до конца, там будут такие попные инсайты богатства и успеха. Я вам отвечаю. Ну, а мы с вами не будем затягивать, и как обычно, поехали. Отвратительный случай произошел в московском метро. Мужчина фотографировал ничего не подозревавшую девушку под юбкой прямо на эскалаторе. Я понимаю, что, к большому сожалению, такое периодически происходит, но эта ситуация уникальна тем, что кто-то снял это на видео со стороны, видос полетел по телеграм-каналу и долетел до той самой девушки с эскалатора, которая внезапно проснулась знаменитой. В общем, да, на видео. Это я, и это то, что произошло со мной буквально вчера, о чем я не узнала. Ситуацию мне сегодня рассказала подруга, которая прислала в 10.55 мне видео, такая типа, это ты, и она была не единственным человеком, который прислал мне такие видео, поэтому, да, я в курсе. Девушку зовут Снежанна Шевченко. Она визажист и актриса, а еще учится на журналистов РДН. И, может быть, именно это повлияло на то, что она постаралась предать истории максимальную огласку. И начала с визита в полицию, написав там сразу два заявления. Все свои действия Снежанна подробно транслировала у себя в столице. На данном моменте я нахожусь в отделении полиции, уже написала заявление, потому что такие вещи не должны оставаться безнаказанными. Я уверена, что очень много людей умалчивает о таком, и я хочу придать этому максимальную огласку, потому что это ненормально. Во-первых, ненормально это с точки зрения того, что человек, очевидно, больной, и вот так вот в метро, в общественном месте снимает девочек под юбками. Понимаете, это могут быть несовершеннолетние девочки, они, как я, и то при этом, как бы это не оправдывает насильника и вообще его какие-то вот такие неприятные действия. И не понимаю такие же действия со стороны тех, кто это снял и ничего не сказал. Вообще ничего. То есть это просто выложили в сеть, чтобы сделать сенсацию. То, что Снежана написала заявление не только на того, кто фотографировал ее под юбкой, но и на того, кто это снял и выложил в телегу, не у всех нашло понимание. Многие посчитали, что вообще-то только благодаря тому, что этот человек зафиксировал правонарушение, она сама об этом и узнала. В комментах даже поинтересовались, а чего она тогда на всех пассажиров метро не стала заявлять. Но Снежана с такой позиции не согласна и считает, что свидетель и оператор тоже виноват. И данный гражданин, который снял это видео, без моего разрешения распространил как бы мое лицо. Я разрешения, естественно, на съемку не давала. Там видно, что это я. И Снежана действительно привлека к себе немало внимания. История вышла за пределы телеграм-каналов, попала и на телевидение. И даже в ту самую газету метро, которую читают все пассажиры. Мне Снежана тоже писала с просьбой обратить внимание на ее историю. И вот она в этом ролике. А в истории Снежаны произошло нечто, прям скажем так, не самое обычное. Полицейские нашли главного злоумышленника. Представьте себе буквально на следующий день. Мы нашли этого чела и он хочет теперь передо мной извиниться. И это даже не кликбейт. Я серьезно сейчас иду в отделение полиции, чтобы... Этот чел передо мной извинился, ему уже влепили административку и он оказался военным. Поэтому, в общем-то, чел пойдет под военный трибунал. Его семью, друзей, вообще всех уже оповестили. Так что, смотрите, вообще чел остался абсолютно небезнаказанным. Если что-то делать, можно действительно достичь результатов. Мне очень интересно, конечно, что он скажет. Поэтому можете кинуть какие-то свои варианты. Какие вопросики ему позадавать? Снимать саму встречу Снежане не разрешили. Так же, как и разглашать имя злоумышленникам. По крайней мере, сейчас, пока идет следствие. Но по рассказам Снежаны, тот, хоть и принес извинения, сделал это не особо искренне. Конченый чел. Такие, знаете, глаза. Глаза по пять копеек. Я хотела бы извиниться. У меня что-то тер, дернул. Я с работы ехал и рисовал. Думаю, бля, решил ты, нахуй, решала. В интернете вся эта ситуация подняла бурю комментариев. Во-первых, классическая. А не сама ли виновата? Мол, а зачем юбку такую короткую, яркую надела, раз не хочешь, чтобы тебе под нее заглядывали? Хочу стать богатым инвестором. Что положить в портфель? Ой, супер. О, погоди. Ну так купи акции большого маркетплейса. Говорят, это выгодно. Я бы взяла сотовой компании. Слышала, это прикольно. Да что вы понимаете выгоде? В банк вкладываетесь. В Тинькофф, например. Да спортивный бренд бери. Уверена, что сработает. А что если так? А ты нам доверяешь? Мы будем управлять портфелем и комментировать сделки? Конечно, Тинькофф Инвестиции вам доверяют. Они отдают свой портфель в 1 миллион под народное управление. Акция так и называется. Народный портфель. И участвовать супер просто. Необходимо комментировать сделки с портфелем и через месяц вы примете участие в розыгрыше итоговой заработанной суммы. А где оставлять комментарии? Заходите в социальную сеть Пульс для инвесторов, там уже стартовал народный портфель. И чтобы поучаствовать, достаточно трех шагов. Войдите в свой портфель в Пульсе или зарегистрируйтесь. Подпишитесь на аккаунт народного портфеля в социальной сети Пульс и следите за обновлениями. Ну и третье. Регулярно оставляйте комментарии за покупку или продажу активов. Больше комментариев, больше шансов на победу. Го участвовать и зарабатывать свои первые деньги и инвестиции. Это круто. Игра началась. Акция продлится до 30 июня. Голосуйте за народный портфель в сети Пульс прямо по ссылочке в описании. И, конечно же, приумножайте свой капитал вместе с Тинькофф Инвестиции. Ну а розыгрыш заработанных денег пройдет с 7 июля в прямом эфире шоу «Деньги не спят». Всем удачи! Во-вторых, а так ли надо было ломать жизнь мужику? Типа, он же и без того перед всей семьей и друзьями опозорился, а теперь еще и административка маячит. Кто-то даже посчитал, что Снежана поступила еще хуже, чем он сам, ведь нанесла моральные травмы его детям, а они-то ни в чем не виноваты. И, наконец, в-третьих, дискуссия развернулась о том, а не пытается ли Снежана просто-напросто поймать на этом всем хайп. Ну, удобный случай такой подвернулся, чтобы заявить о себе. Припомнили даже Диану Шурыгину у Малахова. Ты что несешь? Но у Снежаны на обвинения в хайпе нашлись свои контраргументы. И, естественно, как бы в таком ключе в СМИ я бы не хотела появляться. У меня, конечно, были какие-то планы быть какой-то медийной личностью, но, знаете, никогда вот скидывать там вот вашу жопу и пересылать это по всем телеграм-каналам. Но нашлось и много, даже очень много тех, кто стал писать Снежане спасибо за то, что она устраивает такой резонанс вокруг этого дела. Другие девушки стали ей присылать истории домогательства в метро и других общественных местах. И у всех очень похожий вайп. Девушки ощущали себя жертвами, но не понимали, что они могут с этим сделать. А теперь огласка этой истории их воодушевила и придала уверенности. История тем временем пришла к какому-то промежуточному завершению. Короче, информация такая, что того, кто снимал со стороны, его не вычислили, как-то непонятно, не видно. И, скорее всего, дело на этом закроют, к сожалению. Однако, того, кто снимал под юбкой, да, то есть, ну, как бы я сказала, что да, дело передали военную комбинатуру, стоит ли мне писать ходатайство и сказать, да, пишите, как бы узнавайте что да как. Но сказали, что его отстранили от службы, да, то есть наказание 100% такое, и, скорее всего, более ничего ему не сделают. Да, то есть отстранили от службы, отстранили от военной пенсии, вот, и административное нарушение. Ну, что тут сказать. Я считаю, что поступок мужчины реально мерзкий. И ему нет никаких оправданий. И, как по мне, однозначно заслуживает наказание. Классно, как минимум, что эта история прогремела. И, может быть, теперь другие на его месте два раза подумают, прежде чем устраивать подобное. Да, я не исключаю, что Снежана параллельно с борьбой за справедливость собирает в себя аудиторию. Но здесь ничего плохого не вижу. Проблема существует, и она болезненная для многих девушек. В то время как за съемку под юбкой можно склопотать максимум административку. Пусть хотя бы институт отмены и общественного осуждения проработает, как считаете. А теперь о важном. Мой канал создан для всех, кому нужна поддержка и помощь в поиске справедливости. Вы всегда можете написать мне свою историю. А чтобы придать ей еще большую огласку и поддержать нас, всю нашу команду, обязательно, друзья, подписывайтесь на мой канал. Я на ютюбе почти 7 лет. Нас уже 1 миллион 640 тысяч. И я буду очень рада, если нас станет 2 миллиона. И мы отпразднуем круглую цифру. Я вас всех очень люблю. Спасибо за вашу поддержку. Ну, а мы продолжаем. Ребята, вы меня просто закидали просьбами рассказать про Юлю Фитто Капс, которая из фитнес-блогера с похуденческими марафонами и, конечно же, гайдами, как избавиться от отеков и как увеличить грудь без хирургии, внезапно переквалифицировалась в королеву высоких вибраций. И, конечно, мигом оформила свои познания в курсе. Я вам реально продаю просто божественный продукт, который очень сильно меняет жизнь. Что это там за вибрации такие, Юля объясняет с помощью спирали. Даже двух. На первой внизу динозавры, а наверху сверхлюди. А на второй внизу неприятные эмоции типа страха, чувства вины, а наверху, безусловно, любовь. А прокачивание своих вибраций может очень помочь в насущных вопросах. К примеру, радоваться конфетке научит. Меня раньше могло очень сильно удивлять, например, когда я ходила с какими-то девушками в кафе, и им приносили комплименты, всем нам приносили комплименты. Там, не знаю, конфету какую-то. И они просто, они так пищали от радости. И как можно радоваться такой х**не? А сейчас я понимаю, как можно этому радоваться. Потому что дело не в том, что ты на что-то радуешься, а на что-то не радуешься. Дело в том, что вот эта шкала состояния, если ты просто находишься на самых низах, там, в принципе, невозможно радоваться и получать удовольствие. Поэтому это прям достижение. Как вам такое достижение? Солидно. А еще один показатель высоких вибраций – это высоковибрационные разговоры. Так что, если вы любите посплетничать, знайте, вы там где-то внизу спиральки болтаетесь. Я вот вошла в поле Сереги, там люди что-то какие-то, ну там, интересные истории обсуждают, там, планы на жизнь. Я такая, господи, как скучно. А сейчас я понимаю, что, ну, вот эти высоковибрационные разговоры – это действительно интересно. Просто, когда мы здесь находимся, мы эти разговоры даже не слышим. А если слышим, такие, типа, ой, мне это неинтересно. Самое прикольное, что вся эта вибрационная тема открылась Юле не сама собой, а под галлюциногенными грибочками. Кого-то это очень мне напоминает, да? Может быть, Вику Боню или Лену Блиновскую? В конечном итоге мой первый опыт меня опустило где-то с третьей попытки. Я увидела несколько своих прошлых жизней, в которых я была животным. В одной я очень хорошо помню, я была какой-то крупной рыбой, и меня перерезал винт от какого-то плавсредства. Боня, кстати, для Юли что-то типа кумира. Вика так близка ей по духу, что Юля аж плакала, причем даже не от смеха, когда смотрела интервью Бонни у «Прости, господи, Косенко». Путь к себе – это и есть духовный рост. Духовный рост, он не там где-то. Духовный рост – это когда ты знаешь, кто ты. Кстати, этот увлекательнейший подкаст уже засветился у нас в прошлом выпуске «За шкваров». Там Сергей с Викой обсуждали не только просветвление, но и мошенников с Каннского фестиваля, которые нагрели их на 30 тысяч евро за встречу с Ди Каприо. Посмотрите, если вдруг не видели, очень интересно. Так вот, возвращаясь к вибрациям Юли. Помимо того, что все это озарение пришло ей под грибами, этот курс преподносится как панацея от депрессии. Работает лучше этих ваших антидепрессантов. Никакие таблеточки, никакие антидепрессанты мне не давали такого эффекта, как работа с мышлением, поэтому я пропагандирую этот способ. Тем более, что он 100% безопасный. Хуже он никому не делает, никому не навредит. Ох, и мое любимое, конечно же. Зачем вам эти антидепрессанты, если есть курс? Может, за тем, что депрессия – это серьезная болезнь, которую нужно лечить строго под контролем врача, а не по советам? Само-правозаглашенной королевы вибрации. Но, пожалуй, больше всего подписчиц Юли выбесила стоимость вибромарафончика. Цены стартуют от 33 тысяч рублей. А вот ее продукты по фитнесу когда-то стоили раз в 30 дешевле. С чего вдруг такие цены? Но у Юли нашелся на это ответ. Вам уже не надо будет проходить двухлетний опыт, который я проходила в поисках этих инструментов, и не нужно будет вкладывать 5 миллионов, а всего за 3-4-4-4 для вас собраны все инструменты, которые помогут из вот этой точки прийти в эту точку. Это реально что-то дешево даже. Типа выжимка из 5 миллионов. Ну а потом что-то пошло не так. Покупать виброкурс почему-то никто особо не захотел. И это вызвало у Юли гневные вибрации. Видимо, недостаток опыта в инфомошенничестве дал сбой, и она стала натурально оправдываться за такой высокий ценник. Я на самом деле понимаю, что людей, в принципе, не особо волнует, сколько я туда вложила, потому что я это в первую очередь делаю для себя, для своего статуса, чтобы мне было самое приятно это продавать, потому что вряд ли люди такие, ой, тебе-то вложила 300 тысяч в монтаж, пойду куплю твой курс. Естественно, они покупают из-за ценности. Но в любом случае я просто рассказала свои вложения, и ценность я тоже донесла, поэтому я надеюсь, на этом вопрос ценой моего курса закрыт. Еще в качестве аргументов Юля стала сравнивать свой курс с предыдущим, который за тысячу был. Говорит, видите? Ну вы же видите разницу? Для дешевого курса я фотографировалась без макияжа и футболки, а тут вон какая нарядная. Да, это, конечно, веский аргумент, чтобы платить больше. Но мне что-то кажется, что в этой погоне за вибрациями Юля упустила что-то очень важное. Например, что ценность инфопродукта не в том, во что одет спикер. При этом Федекапс даже не скрывает, что освояла курс буквально за две недели. В конце концов Юля заявила, это хорошо, что у курса низкие продажи, а то купили бы его 300 человек, и что с ними потом делать? А так фокус-группа получилась. Потом будет еще дороже. А мы все будем локти кусать, что не вписались. Не хочу больше никого убеждать в охуенности своего курса. В целом я набрала небольшую группу людей. Буду работать с теми, кому интересен личностный рост, кто видит в этом ценность. И будем с ними просто два месяца хуарить на результат. В общем, мне кажется, что это тот случай, когда на словах ты высоковибрационная королева, которая всем и каждому принесет гармонию и излечит от депрессии. А на деле оказывается, что гуру то оправдывается, то огрызается в комментах. То просто обижается, что никто не пришел на фон-встречу. Да, оказывается, даже инфомошенникам может быть не каждый. Но еще не все потеряно. Даже для Юли. Есть один курс, и я его прошла сама. Он, во-первых, дешевый, а во-вторых, там такая концентрация всего, что все остальные инфопродукты просто нервно курят в сторонке. Готовьтесь расслабить анус. Извините, но так называется курс. Погнали. Итак, а теперь про курс всех курсов. Многие из вас почти наверняка помнят, как в одном из своих выпусков «За шкваров недели» я рассказывала про марафон расслабленного ануса. Эта тема вызвала просто бурь эмоций, многие недоумевали. Ладно, что есть такие курсы, но кто, мол, те люди, кто их проходит? Я подумала, блин, правда, интересно, чему на таком курсе могут научить? Ну, а вдруг есть что-то дельное? Любопытство пересилило здравый смысл, и я занесла манифет, она же Елена Цыганова, автор жопного марафона, 5000 рублей. И вы даже не представляете, сколько концентрированного бреда тут оказалось. Нужно было реально постараться, чтобы все это объединить в одном марафоне. В общем, прежде чем расслабиться, моя попа знатно так полыхнула. Сразу скажу, я явно попала в группу избранных, ну, потому что первый день марафона посмотрело чуть больше сотни человек. А до последнего дотянули, так и вовсе меньше 50. Так что делюсь с вами самым настоящим эксклюзивом. Ну что, готовы? Начнем сразу с главных, не побоюсь этого слова, инсайтов, которые стали мне доступны после прохождения этого марафона. Первое. Чтобы войти в состояние потока, нужно расслабить булки. И когда мы туда заходим, вам что сейчас предлагается? Сейчас предлагается выйти в поток, в поток. То есть полностью, ну, как расслабить, расслабить вот эту вот систему, которая знала себя как себя, и выйти вот в это состояние потоковости, где я могу на моменте вообще созидать все, что угодно. Второе. Чтобы вывести свое сознание на новый уровень, нужно сделать клизму. И мы сейчас проходим вот эту перекодировку, трансмутацию, да, из как бы из одного, ну, как бы вида, да, в другой. То есть все время происходит, там, крейт-система, все время. И получается, что сейчас предлагается, ну, просто полностью сбросить вот эти старые постройки, вообще просто квантово в моменте здесь и сейчас, сбросить все, да, вот это, ну, как все клизму себе сделать, все говно вот это сбросить. Третье. Каждый день нужно, сидя на унитазе, отпускать все плохое и весь негативный опыт вместе с упражнением кишечника. Я отпускаю, вот, каждый день, да, утром в туалете, да, иду покакать, все, я отпускаю. Точно так же, как и отпускаю весь свой ментальный опыт, весь свой событийный опыт, все, каждый день. И четвертое. Самое важное. Если хочешь впустить в свою жизнь финансы, просто засунь палец себе в задницу. Не благодари, Максим. И двигайтесь еще глубже, еще глубже в свой анус, еще глубже в своем сознании, раскрывая его, кто внутри. Итак, марафон длился неделю. Каждый день состоял из лекций об анусе. Причем каждая, просто ядерная смесь из религии постоянно фигурировала Богородицей и время от времени Сергий Радонежский. Эзотерики с открытием родовой памяти и визуализацией энергии Земли. Антимедицинских утверждений, ну, типа тех, что трехразовое питание и лекарства – это зло. И постоянных отсылок к кино. Тут у нас и про аватара, и про матрицу, и даже про то, что на самом деле кровь у нас не красная, а синяя. Прямо как у половолагуны из пятого элемента. Не обошлось, конечно же, и без правильного загадывания желаний. Куда же без них? Решите, что вы хотите. Пишите, пишите свои желания, пишите свои намерения, прям выписывайте. Но и это еще не все. Ладно бы, надо было только слушать, но нет. После лекции шел физкультурный блок. Тут у нас и дыхание попой, и попотряска, и массаж того самого места. Такого я точно не ожидала. И весь этот бред набирает обороты с космической скоростью, но потому что после этого мы переходим к общению с анусом. Его нужно то приветствовать, то благодарить, то чуть ли не боготворить. Я обращаюсь к себе через свой анус, к своей сути, приветствую свою суть. Но все это лишь прелюзия к главному, друзья. Если вы думали, что это все, нет. Каждый, буквально каждый из семи уроков нужно было засовывать палец прямо в главного героя марафона. Сразу скажу, я к такой глубокой, в прямом смысле слова, проработке готова не была, поэтому делать этого не стала. Зато наслушалась пение манифы, которым она сопровождает весь процесс погружения участников. И это шедевр из тех, что лучше один раз услышать и больше никогда не появляться онлайн. Поблагодарите свой анус. На самом деле, божественный опыт. То есть вот говно, божественный опыт. Равно божественный опыт. По финансам действительно обращаться и к Спиридону Тримефонскому. Он сейчас, ну и сейчас, и всегда он был основной куратор финансовых программ, недвижимости, такого материального плана. И сейчас вот в матрице 4D может прям вообще вставать и отпускать себя в поток и наблюдать, как тело, да, как тело идет. Ну и, конечно, анус все, анус это напрямую сознание. Все, это прямое расширение сознания, вообще. То есть здесь есть возможность выйти в абсолютный вот этот космос, в абсолютный трансцендент и понять, что можно в этом состоянии пребывать. Начните дышать в свой анус через палец, посылая энергию сердца. Квантовый взрыв, свет и выход вот сюда, вот сюда. И действительно это происходит через анус, потому что анус, да, как говорят цивилизации, всему голова. Душа, она абсолютно бессмертна. И вот это вот состояние, опять, ну вот это бессмертие, да, оно тоже находится вот в этой точке ануса. И вот такого вот контента, друзья, на 14 часов, представляете себе? Мне кажется, что после заявлений про бессмертие в анусе меня, ну вот просто уже ничем не удивить. Я видела в этой жизни все. Но несмотря на то, что все это было дико смешно, было там и абсолютно не веселое. Ну, например, заверение, что к врачам ходить не надо. Вот огромное очищение, поэтому, да, вы можете полгода болевать и поносить. Вот у меня был такой опыт после Индии. Меня чистило полгода. Просто была такая чистка. Ну, я, конечно же, не ходила никаким врачам, ничего, вообще никакие инструменты медикаментозные, химические не принимала. Доверьтесь телу. Тело максимально, максимально мудро. Оно выводит просто, выводит, 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 выводит само. Можь отравилась, паразитов в Индии подцепила. И ладно бы, если бы это от начала до конца было бы полным бредом. Есть в марафоне вполне себе рабочие техники и психологические установки. Например, мысли о любви к себе, о важности сепарации. Я допускаю, что кто-то может решить, что раз уж эти мысли дельные, то и все остальное тоже поможет. Только вот, к сожалению, работает это не так. И бесконтрольные чистки вряд ли принесут большую пользу вашему организму. А что еще хуже, лишь навредят. А лекарствами помогать себе нельзя, помнишь же, да? Надеюсь только, что желающих мечтать с пальцем в попе окажется не так много, как любителей запускать воздушные шары. Хотя, как знать, как знать. Но одно точно знаю. Это дно. Ну что ж, друзья, и на вот этой вот попной ноте у меня сегодня все. Спасибо большое, что досмотрели этот морально тяжелый выпуск до конца. Надеюсь, он вам понравился. Если да, обязательно ставьте лайк, и мы уже совсем скоро с вами увидимся в новом видео. И там уже марафона расслабленного ануса точно не будет. Но будут другие, не менее интригующие темы. Я вас всех люблю, целую. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok